Ульяновская область Я лукавить не буду, это моя родина Рядом с поселком есть речка И в этой речке есть одно тайное место В котором лежит каменный чурбак Ну то есть окаменевший Несколько миллионов лет назад Вот к этому каменному чурбаку Мы сейчас и направляемся Поселок Черный Ключ стоит почти на границе Базран-Сазганского и Индинского районов Лесом он обнесен со всех четырех сторон А дорога нормальная есть только в сторону райцентра Все остальные лесные дороги зимой заносят снегом Точно такая же идет и туда, где лежат окаменевшие чурбаки Мы находимся вместе Именуемым Школьный лес Почему Школьный? Потому что на въезде в него Стоит здание бывшей школы От поселка до тайного места километра два Дальше нужно искать отметки, которые я оставил еще летом Когда хотел проверять на месте ли чурбак Слава богу, отметки сохранились В общем, мы уже почти на месте Сейчас еще вот туда метров сто Там вот такая сосна От этой сосны метров пятьдесят вниз по склону И все Природа запрятала окаменевшие чурбаки очень надежно Через лес по крутому склону За тут еще и дождь спрашивал Дай бог не упасть Мне с пустыми руками проще А вот оператору с камерой пришлось маневрировать Речка есть? А речки-то в этом году и нет А речка-то в этом году и пересохла И в общем-то это нам облегчает задачу в какой-то степени Так, туда Вот они и чурбаки Каменные обломки И мы можем наблюдать вот этот замечательного красавца Это не просто чурбак Это окаменевший Как говорят Палеогеновый Чурбачок Не знаю, получится у нас его вывернуть или нет Конечно, вряд ли В детстве, когда Кто-то лазил по стройкам Кто-то Просто катался на велосипедах Мы тоже катались на велосипедах А еще мы ходили на эти склоны Где из песка на нас вываливались буквально-таки Небольшие куски окаменевшего дерева Которое мы называли кремень А вот этот большой и вот эти поменьше Я нашел лет 10 назад Теперь и вы здесь помывали Еще один крупный чурбак я обнаружил только этим летом Его, судя по всему, недавно открыла вода Может даже и весной Окаменелое дерево, на первый взгляд, совершенно не отличить от обычного До тех пор, пока не возьмешь его в руки Вот кусок За ответом на вопрос, откуда эти чурбаки здесь взялись Мы решили обратиться к эксперту Если говорить именно об этом окаменелом куске То нужно сказать, что он происходит из отложений палеогенного периода Скорее всего, это нижние саратовские слои Соответствующие в геологии песчаникам, пескам В которых очень часто эта древесина встречается Палеоген, напомним, это больше 60 миллионов лет назад Динозавров тогда уже не было Миром правили птицы и ранние млекопитающие А Ульяновская область выглядела так Природные условия Ульяновской области представляют из себя Мелководный достаточно бассейн с множеством островов, на которых произрастают хвойные деревья Вот, и вот климат при этом был достаточно мягкий, скорее всего, субтропический Вот, и эти стволы деревьев очень часто падали в воду, где заносились на мелководье песку И происходили процессы окаменевания Окаменелая древесина у нас в области встречается часто Самое известное окаменелое дерево в Баевской, в Кузоводском районе Это 14 окаменелых чербаков, самый большой из которых больше 4 метров Наши же черноключинские окаменелые чербаки длиной сантиметров 50 Но, как говорит Илья, такие куски тоже встречаются нечасто Каким деревом они были в прошлом? Скорее всего, сосной или кипарисом Точно скажут поле ботаники Ради такого дела мы даже один кусок окаменелого дерева захватили с собой И передали в Криллический музей Кстати, кремензем, в который превратились деревья, весьма тяжелый материал Еще здесь все дно усыпано камнями довольно симпатичного и странного вида Вот, например, что-то напоминающее коралл Или какую-то черепаху или шляпу Но на самом деле все это дело рук воды, которая здесь течет уже сотни лет И вытачивает вот эти природные статуеточки Итак, это тайное место стало явным Можно и наверх подниматься На вас работали палеонтологи-любители Игорь Рулетин Юрий Конихин И Владимир Ламзин До встречи в других тайных местах, дорогие друзья Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»